МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. И вот о чем мы расскажем сегодня. Страхую, не страхую. Березняковские автостраховщики играют в ромашку с полисом ОСАГО. Требования страховых компаний. Нарушают ли страховые компании закон, навязывая ненужные доп. услуги нам с вами? Голодные и холодные. В приюте Кошкина семья бьет тревогу. Потому что свет у нас выходит ужасно, просто дорого у нас. Мурки и Васьки рискуют не пережить суровые морозы. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. Золотая страховка. В конце года у многих автовладельцев начинает болеть голова. И виной тому страховые компании. Как выяснилось, оформить полис ОСАГО, без которого ездить нельзя, не так-то просто. В нагрузку к обязательной страховке компании навязывают другие дорогостоящие доп. услуги. Сергей Калиник вышел в рейд по страховым компаниям и нашел тех, кому закон не писан. Александр ежегодно оформлял ОСАГО в ближайшей страховой компании. Но в этот раз общение с менеджерами пошло по новому сценарию. Девушка попросила 2000 рублей за дополнительную страховку. Иначе ОСАГО не будет. В разумительных ответов менеджер так и не дал, лишь отправил к директору. На месте руководителя мы не застали. Зато по телефону он удивился предприимчивости подчиненных. ОСАГО сейчас сделать без дополнительных услуг по законодательству, это вполне реально или нет? Реально, наверное. Почему нереально? Ну, у вас в офисе только с допами делают. Можно набирать. Может быть, это было. Здравствуйте. Можно? А это новый адрес. Агент в этом офисе представляет разные страховые фирмы. Менеджер уверяет, владельцы всех контор сговорились между собой. Якобы бизнесмены хитрят из-за огромных убытков по ОСАГО. Подтверждают эти слова и в других офисах. Почему у нас везде допы навязаны? Кто, откуда инициативы идут? Требования страховых компаний. Абсолютно все, да, требуют? Абсолютно все требуют. Навязывание подобных услуг – грубое нарушение, уверен адвокат Сергей Кондратьев. Он советует приходить в страховые компании со свидетелями и снимать свой визит на видео. Если страховать не хотят, не забудьте попросить письменный отказ. Это будет еще одним доказательством. Дальше можно обратиться в Роспотребнадзор. Они обязаны отреагировать и отреагируют. Дальше можно обратиться в ФАС, управление Федеральной антимонопольной службы. И, соответственно, проблема будет решена. К слову, в течение пяти дней можно отказаться от навязанной страховки. Помимо того, ОСАГО теперь оформляется и через интернет. Правда, здесь надо быть осторожным. Мошенники не дремлют. Сергей Каленик, Степаник Красов, Лев Собуров. Новости на ТНТ. Тратить деньги только с умом и не поддаваться на уговоры сомнительных фирм, призывают сотрудники полиции. В Березняках снова орудуют мастера дел оконных, которые меняют резиновые уплотнители за баснословные деньги. Предприимчивые оконщики напрашиваются в квартиры к березняковцам на бесплатный осмотр окон. Мастера выносят вердикт. Якобы нужно срочно менять уплотнители. Цена заоблачная. Обычно больше 10 тысяч. И ее оглашают после выполнения работ. Конечно, нечестно ведение бизнеса. И, безусловно, люди должны знать о том, что это, будем говорить, несправедливые цены. Есть их же оконные компании, у которых они устанавливали когда-то в окна, можно обращаться к ним. И все это зачастую обходится раза в два, в три дешевле. А то и в четыре, в пять бывает. По сравнению с тем, что предлагается, не буду называть название этой компании. Притом, юридический договор составлен грамотно. Так что, если вы попали на крючок мастеров с сомнительной репутацией, вернуть свои деньги невозможно. Доверяйте проверенным компаниям и помните, бесплатный сыр только в мышеловке. Продолжу выпуск. Юные горожане накануне не только отметили День Конституции России, но и стали настоящими гражданами страны. Десяти счастливчикам в торжественной обстановке выдали самый важный в жизни документ – паспорт. Для ребят событие очень волнительно, ведь они впервые ставят свою подпись и впервые держат в руках свой официальный документ. Выдача паспортов 14-летним девушкам и юношам в торжественной обстановке – это уже традиция. Сильна семья традициями и страна, я считаю, тоже сильна своими традициями. И когда существуют в стране такие добрые, замечательные традиции, это говорит о нашей силе, о нашем единстве. Подробнее об этом важном событии в жизни березняковских школьников смотрите в нашем молодежном проекте «Новая смена уже скоро». А вот у героев нашего следующего сюжета из документов только уши, лапы и хвост. Питомцам приюта Кошкина семья не положена ни прописка, ни социальная поддержка. Поэтому выживать им удается только благодаря неравнодушию простых горожан. Легко ли творить добро, выяснял Дмитрий Сидельцев. Многие кошки не адаптированы к такой жизни. Но сейчас я говорю, он хотя бы получше выглядеть стал. Многим из этих пушистых красавцев бродячая жизнь не была предначертана с рождения. Бездомными их сделали бывшие хозяева. У нас вот сейчас на передержке сидят трое котят. Их вообще машина просто остановилась, с машины в сумку выкинули и все, и так вот сюда, к порогу. И эту он с пятого этажа выкинули. Приют Кошкина семья открылся в Березняках чуть больше года назад. И каждый день здесь ведется счет с жизнью, спасенным от голода и смертельных болезней. Сегодня вот привезли с политеха первокурсники, с учительницы. Пришли, вот две коробки мяса, крупы. Вот препараты люди приносят тоже, вот как бы есть. Ну, лечить-то вот как бы в основном-то все препараты есть. Не хватает ветеринара, который все это будет делать. Приют – организация некоммерческая. Но деньги на благое дело по спасению бездомных животных нужны реальные. Поэтому любой помощи от благотворителей здесь рады всегда. Сейчас вот разослали письма в организации города, то что, ну, надеемся, что хотя бы свет кто-то может оплачивать. Потому что свет у нас выходит здесь ужасно просто дорого. У нас вышло нынче вот 9 с лишним тысяч. И нам сейчас до конца месяца снова надо такую же сумму заплатить. Электричество и водоснабжение в неотапливаемом здании организаторы приюта и волонтеры восстановили собственными силами. Но скоро зима вступит в свои морозные права, и теплообогревателей для этих помещений не хватит. Пушистым питомцам и их спасителям остается надеяться на тепло неравнодушных сердец. Не начали бы, если бы не думали, что все-таки справимся. Все равно людей у нас хватает, таких, которые готовы помогать. Те, кто не желают оставаться безучастными к судьбе братьев наших меньших, могут связаться с работниками приюта по телефону, указанному на экране, или через официальную группу в соцсети. Дмитрий Сидельцев, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Колесо Фортуны. Один из крупнейших мебельных салонов города в эти дни отметил день рождения. И в честь праздника он щедро одарил своих покупателей. Кому достался главный приз, вы узнаете из следующего сюжета. Это было действительно громко. Одному из самых известных мебельных салонов города исполнилось 6 лет. Взволнованные покупатели собрались для того, чтобы принять участие в розыгрыше. На кону очень нужные в хозяйстве вещи. Но кому достанется главный приз, мультиварка, решает детская рука. Номер 47. Между прочим, этот человек здесь очень рада сюда пришел. Давайте поаплодируем. Надежда Зверева пришла сюда вместо подруги. Та накануне приобрела в мебельном салоне кухонный гарнитур. И умный кулинарный гаджет будет как нельзя кстати. Любаша, ты выиграла. Ура! Сегодня будешь готовить для меня. С бабушкой. Здесь можно купить не только кухню, но и стильную гостиную, спальню, мягкий диван. А сюрпризы для покупателей – это уже добрая традиция. У нас было огромное количество акций. Одна из самых интересных – это поездка в Грецию. Мы всегда рады людям в нашем магазине и хотим приносить радость в ваши дома. Новая мебель всегда задает дому настроение праздника. Но еще важнее, чтобы она служила долго. И тут мебельный салон именинник на страже качества. Мы работаем с лучшими фабриками России, которые предоставляют качественную мебель. Огромный выбор направлений кухни, столовой, гостиной. Можно все посмотреть в интернете. Не бойтесь перемен в новом году. Тем более, что обновить свою гостиную сегодня можно всего до 13 800. И, кстати, фабрика СВ Мебель единственная в России предоставляет такую услугу, как постгарантийное обслуживание вашей мебели. Допустим, разбили ваши дети стекло. И даже через 10 лет, даже если эту модель сняли с производства, вы все равно сможете заказать точно такое же. Корифей в индустрии уюта СВ Мебель, фабрика Лером Глазов Мебель, Ижевская мебельная фабрика МСТ. И это не полный перечень тех, с кем работает мебельный центр Бум. Мебельный центр Бум является единственным во всем верхниками представителем фабрики Шатура Мебель. Шатура на рынке уже более полувека. Многие из выпущенных Шатурой мебельных коллекций уникальны и не имеют аналогов в мире. Если грезите как раз о такой мебели, добро пожаловать в торговый центр Бум, который находится по адресу улицы Пятилетки, 85-Б, третий этаж. Для своих покупателей здесь всегда припасены выгодные предложения. Кстати, доставка на правый берег бесплатная. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Город вовсю готовится к встрече 2018 года. И, конечно, главная забота о каждой семье – это новогодний стол. А какой же праздник без красной икры и рыбных деликатесов? Природные дары из экологически чистого российского региона привезла к нам ярмарка «Рыбак Камчатки». Евгения Кокшарова уже запаслась ароматными вкусностями. Выставка работает первый день, а точнее первый час. И посмотрите, какая выстроилась очередь за камчатскими деликатесами. Так, кто последний? Я. Ну, тогда я за вами. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, да? Мужчина, вы за каким уловом? Какой попадешь? А тут какая рыбка не попадется – каждое сокровище. Нерка, кижуч, горбуша, палтус, корешка, кумжа. Ммм, хочется попробовать каждую. А это чавыча. Японские рыбаки называют ее княгиней лососевых, а американские королевой рыб. Так что у меня сегодня будет королевский ужин. Чавыча и ее икра, которая доставляется прямиком с Камчатки, богатые на витамины группы В, С, К и Е. Кроме витаминов, чавыча содержит целый букет полезных микроэлементов. Кости укрепляет, у меня вот поясница больная, так вот хорошо беру рыбку. Экологически чистый, полезный все. Ничуть не уступает чавыче и белорыбеца. Нежное белое мясо на ура разойдется и на новогоднем, и на повседневном столе. Мои любимые женщины, теща и жена любят рыбку. Для них самое лучшее – это слив. Да. Так что для них не для Нового года, а для них. И всем-то камчатская рыба хороша. А секрет такого фурора кроется в правильной технологии копчения. У нас собственное производство. Рыба коптится исключительно в печах, по старым народным рецептам, на пилках красных породов деревьев. Вишня, ольха, ябленика. Наверняка благодаря таким вкусным кадрам вы уже представили этот восхитительный аромат. Приходите и пробуйте. Тем более, что вкус подкреплен сертификатами качества и протоколами лабораторных испытаний. Срок годности на рыбу холодного копчения – 21 сутки. На рыбу горячего копчения – 14 суток. Икра будет храниться месяц. Так что баловать ей своих родных можно все новогодние каникулы. Ярмарка «Рыба Камчатки» расположилась во Дворце культуры имени Ленина. Приобрести дальневосточные деликатесы можно с 13 по 18 декабря. Евгения Кокшарова, Лев Собуров. Новости на ТНТ. А еще морская рыба содержит в себе большое количество омега-3 кислот и йода – веществ, полезных для организма. Толк в правильном питании знают любители активного образа жизни. Кстати, о новостях спорта. Новый лыжный сезон открыли первенством города по зимнему триатлону. Испытали себя порядка 100 человек. Подробности в нашем следующем репортаже. Мастарт и первый этап гонки – бег на 500 метров. С ним участники справляются довольно быстро. Сделав круг, пересаживаются на велосипеды. Для Артема Шейна это первые соревнования в сезоне. По итогам заездов прошлого года триатлет был лидером. К сожалению, сегодня только третий. Крепкий мороз остудил накал спортивных страстей. Я когда на эльфе поехала, у меня цепь слетела. И вот, не знаю, цепи наперекосяк. У нас дети замерзают на велосипедах. Они за счет холода у них начинает все костенеть. И они просто на лыжах потом не могут сделать то, что они на тренировках показывают. Так как холод мешает нам. Сегодня среди 100 участников победитель универсиады 2011 года Павел Придеин. Мастер спорта международного класса по велоспорту. Молодой человек начинал свою спортивную карьеру в Березняках. Сейчас тренируется в Самаре. Решили, точнее, сюда приехать, потренироваться, посмотреть город, встретить всех старых друзей, естественно. Еще сегодня проходит зимний триатлон. Решил еще не пробежать. Как-то давно-давно я бегал, когда мне лет 12, наверное, было. Вот решил еще раз это попробовать. Попробовать свои силы решили не только березняковцы. В гонке участвуют спортсмены из Сарикамска, Яйва и Александровска. Из-за отсутствия снега на лыжных трассах в регионах многие атлеты растеряли свою спортивную форму. Снега совсем не было. Мы результаты сегодня не ждем. Сегодня как контрольный старт на отборочные соревнования на этап Кубка России поедем через неделю. И сегодня как прикидочный старт к этой России. По итогам этих соревнований на российские старты поедет только семерка лучших. Среди них и Артем Шейн. Он признался, это была отличная подготовка. Только в таких суровых условиях и закаляется спортивный дух. Елена Суханова, Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. И это были главные новости города. Впереди прогноз погоды и программа «Бизнес-среда». На этом у меня все. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и оставайтесь на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова